Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжим серию наших бесед о синтезированных аудиокнигах. Синтезированная аудиокнига, напомню, что это аудиокнига, которая изготавливается не викторным человеком, а изготавливается синтезатором речи. Само по себе это явление достаточно спорное, я не буду скрывать, это абсолютно не секрет, диапазон оценок подобных аудиокниг чрезвычайно широк. Почему бы не слушать, и вполне даже слушается, да, естественно, предельно негативно, я никогда это слушать не буду. Ну, то, что у нас есть такой диапазон оценок, собственно, говорит о том, что мы столкнулись в очередной раз с новой технологией, не буду повторяться уже за большим количеством коллег, которые говорили о том, что, в принципе, всегда, когда мы сталкиваемся с новыми технологиями, то есть всегда есть много категорий оценок, все редко, когда какая технология оценивается мгновенно, о, да, точно, это прорыв, и 100% для всех. То есть какое бы вы изделие ни взяли, даже, среди тех, которые в наше время признаны наиболее популярными, я вот хорошо помню, как, допустим, айфон появлялся, ну, навряд ли кто-то будет спорить с тем, что и у айфона в свое время были люди настроены к нему очень даже пессимистически негативно. Ну, они, в принципе, и сейчас существуют. Я, конечно, не имею в виду там какие-либо политические оценки, то есть они чисто технические как технологии. Вот, с аудиокнигами история очень похожа. И, в принципе, на предыдущих наших вебинарах мы говорили про то, что... Мы говорили про технологии, которые стоят за созданиями таких аудиокниг, то есть мы говорили про этапы их создания, какой инструментарий нам нужен. Интересная тут, конечно, тема с тем, что этот инструментарий нередко подразумевает использование лингвистических моделей, языковых моделей. Он подразумевает использование, конечно, и голосов синтезаторов, которые исследователи получили с использованием нейросетей. Ну, и комбинация всех вот этих вот технологий, она иногда позволяет нам говорить, что эти книги создаются искусственным интеллектом. Ну, все понятно. То есть хайп, конечно, искусственный интеллект везде. Ну, и тут, в общем-то, у нас вот как будто бы и аудиокниги могут создаваться искусственным интеллектом. Но сама по себе такая оценка, может быть, нам не очень нужна. Искусственный интеллект это или не искусственный интеллект? Это не так важно. Важно то, что это книга, которая все-таки не читается диктором спинта. Это ключевой вопрос. Вся история, которую мы сегодня будем исследовать, сводится фактически к одному простому утверждению. Это утверждение я вам сейчас сообщу с самого начала. Не буду никого томить, никакой интригой. Это фактически борьба со своего рода предрассудками. А предрассудок заключается в том, что аудиокнига синтезированная, на нее нельзя смотреть, как на обычную аудиокнигу, но только синтезированную. Многие вещи, с которыми мы сталкиваемся, в принципе, с технологическими оцениваем, когда они появляются, приводят к тому, что люди смотрят на них, как на некоторые уже ранее существовавшие изделия, но с какими-то интересными отличиями. Ну, появились смартфоны, когда они появились. Активно стали распространяться лет 15-20 назад, наверное, на 15. Ну, первая реакция смартфон – это как будто бы телефон, но с сенсорным экраном или без кнопок. То есть он вроде бы телефон, но просто без кнопок. Сейчас уже, в принципе, все понимают, что смартфон и кнопочный телефон – это два абсолютно разных изделия. Ну, в принципе, никак друг на друга не похожи. Значит, если кто-то из вас когда-то пытался заниматься вопросом Unix-систем или операционных систем на ядре Linux, в наше время очень популярный вопрос в том смысле, что у нас есть задача развития отечественных операционных систем, все смотрят на подобные операционные системы по принципу, что это будет как Windows, но это будет Windows. Это бы как будто бы вот… Ну, это бы вот все то же самое, что в Windows, но только не в Windows, а в Linux. Вот это, конечно, настоящие подлинные такие безнадежные линуксоиды, которые, конечно, знают, что Linux – это очень сильно не Windows, никогда на него похож не будет, и ждать от него тех же вещей, которые люди ждут от написания Windows, так бы никакого смысла нет. Вот. С подобными аудиокнигами история именно такая, именно похожая. Люди хотят, непонятно, то ли подсознательно, то ли, может быть, силу каких-то вот ожиданий, предрассудков, я даже не знаю. То есть они смотрят на синтезированную аудиокнигу как на альтернативу аудиокниги традиционной. Максимум они смотрят на нее как на дешевую альтернативу. То есть, ну, вот так вот, если все упростить, что такое аудиокнига, созданная синтезаторами? Ну, это просто значит, что ее создатели денег на Виктор не было и на студию, да? Ну, и взяли синтезатор, и прочитали. Ну, и так далее. Это все категорически неправильно. И цель нашей сегодняшней встречи со всех сторон, со всех сторон этот вопрос разобрать и убедиться в том, что аудиокнига, созданная с использованием синтезаторов речи, это принципиально новый продукт. Принципиально новый продукт. Мы сегодня будем, практически не будем рассматривать какие-либо аспекты технологические. Ну, я думаю, что мы уже достаточно много этому уделили внимания. А сегодня в рассмотрении будут только вопросы, которые касаются, ну, если так можно выразиться, модели создания и распространения. Мы будем сравнивать разные модели. Посмотрим на структуру расходов, которые требуются при создании аудиокниг. Посмотрим, в частности, чем различаются аудитории подобных аудиокниг. Понятно, что у аудиокниги аудитория, у традиционной аудиокниги аудитория одна, у аудиокниги созданная с использованием синтезаторов речи, аудитория в чем-то другая, ну и так далее. Ну, я повторю, что вдаваться в особенности технологии сегодня мы с вашего позволения не будем. Татьяна, будьте добры, пожалуйста, давайте откроем второй слайд. Я тоже себе его открою в качестве шпаргалки. Традиционная аудиокнига. Ну, я думаю, что вы все отлично понимаете, что это такое. И, наверное, вы даже захотите сказать, что минусов-то у нее, ну, наверное, нет. Вот вам аудиокнига, все знают, что это такое, да? Хороший диктор, сел в студию, прочитал какой-то материал, его выпустили в продажу, и что-то можно с ним делать, слушать и так далее. Есть ли какие-нибудь минусы? Минусы у этого подхода тоже имеются. Значит, ну, тут на слайде они приведены, некоторые сейчас мы эту тему немножко разорвем. Значит, я позволю себе, конечно, покритиковать традиционной аудиокниги. Ну, если бы я бы этим сегодня не занимался, как бы вообще можно было бы задать вопрос, а что мы тут вообще делаем сегодня в качестве встречи. Ну, какие претензии есть к традиционной аудиокниге? Значит, традиционная аудиокнига – это некоторый продукт, который имеет что-то общее, я не знаю, может быть, с производством фильмов, может быть, с созданием музыкальных каких-то произведений. Самое главное – у него должен быть, у процесса создания традиционной аудиокниги должен быть какой-никакой этап продюсирования. Ну, в случае аудиокниги, конечно, скорее всего, достаточно такой поверхностный, и мы все знаем, что уже и ассортимент аудиокниг, он как будто бы достаточно большой. Но обратим внимание, что, во-первых, аудиокниги, которые даже дикторами в студии читают, бывают очень разного качества, очень разного качества. дикторы бывают, иногда я хорошо слышно, то есть я думаю, что некоторые дикторы в аудиокниг-книги многие знают, то есть это профессионалы своего дела, некоторые дикторов очень хорошо знают люди с нарушениями зрения, которые еще десятилетиями, наверное, занимаются в книгах. Но очень много и книг, которые начитаны дикторам, так сказать, уж простите, но и душу грешную, далеко не лучше. То есть не профессионал. Значит, если мы говорим про дикторы, которые профессионал, то есть которая работает в студии, то есть которая в студии очень качественно, производство такой аудиокниги будет стоить денег. Больших-маленьких, опять же, зависит от различных условий, но это будет стоить определенных денег. Для того, чтобы эти деньги потратить, как это всегда делают люди, которые занимаются производством фильмов, музыки и так далее, надо приблизительно найти аудиторию этой аудиокниги. То есть эта аудитория должна быть более-менее какой-то представительной, обширной. Ну, это же очевидно, то есть никто не хочет, не будет читать книги в никуда. то есть представьте себе бы, вот там, знаете, какой-нибудь так, блокбастер бы снимали и его снимали бы без какой-либо оценки под что. почему у нас развести тоже некоторую критику, почему у нас падает качество кинопродукции и так далее, в смысле содержания. А все очень просто, потому что их все равно смутишь. мне очень нравится пример с сиквелами Терминатора 2. То есть я до сих пор не могу понять, как можно было снять три альтернативных продолжения, которые взаимно исключаются. Есть Терминатор 2, у него есть три различных подхода, три фильма, которые являются его продолжением. Все почему? Работа продюссера. Я и прочее не понял. Значит, и тут вот в случае с аудиокнигой эта история повторяется и издатели, если они поставят цель издавать книги качественные, а издание аудиокниги качественные, это тоже не то, чтобы очень простая работа. То есть вы попробуйте прочитать какой-нибудь текст без ошибок, профессионал, естественно, это делает чуть лучше, но он все равно тоже ошибается. И на каждой ошибке все равно будет сидеть звукооператор, который будет эти все ошибочные предложения вырезать и просить их вас перечитать и так далее. Плюс-то может быть какую-то музыку наложить. В общем, это не слабая работа, она стоит денег, естественно, нужно продюссировать. Продюссировать умеют, но когда люди начинают продюссировать, они начинают выпускать книги, естественно, с некоторой ориентировкой на массовый рынок. Что у нас читается на массовом рынке, ну, опять же, все очень хорошо себя представляют. Это далеко не всегда то, что иногда хочется почитать. Поэтому предложение аудиокниг, оно в каком-то смысле, традиционных аудиокниг, оно в каком-то смысле не свободное. Оно может быть и синтезировано, аудиокниги тоже не то, что свободное, но там все-таки другие проблемы стоят, по-другому эта задача решается. если говорить вот про какой-то своего рода маркетинг, про продюссирование, то мы прямо подлинно ценных аудиокниг, то есть те, которые не будут вписываться в мейнстрим, то есть аудиокниги, которые вызывают интерес не столько определенного рода узких специалистов, людей, то есть максимально сфокусированы на каком-то интеллектальном труде, то есть мы таких аудиокниг убедить с вами не будем. Вот. Далее аудиокнигу прочитали, выбрали значит диктора, диктор подошел к работе качественно, в зале хорошего диктора, я опять же не буду рекламировать тех, кто для меня являются любимыми дикторами, и выпустили книгу, да, но когда я слушаю оценки аудиокниг, которые друзьям рекомендуют или еще кому-то, очень часто я слышу возражения, да, книга классная, диктор классный, голос не нравится, вот голос не нравится, ну, нет, диктор хороший и так далее, иногда бывает, что вот некоторые люди принципиально не слушают записи диктора женщин или принципиально не слушают записи диктора мужчин, ну, просто иногда некоторые слушают принципиально только мужчин, иногда некоторые принципиально только женщин, и с этим ничего не сделать, ну, как принято говорить, на вкус и цвет все фломасты разные. Но выбор голоса, он навязывается. И здесь никакие аналогии с фильмами или музыкой, с пинопродукцией неуместны. То есть, ну, это то же самое, как вот говорить, опять же, где-то, вспомнить, там, не знаю, ну, Гарри Поттеру, допустим, фильм, да, то же самое, как говорить, как, да, фильм классный, все хорошо, вот там Гермиону Грейнджер надо не, там, спросить, кто там актриса была, там, не ему отцена играть, да, там, а кого-то другого. Хотя очень часто так, собственно, тоже говорят. Ну, не, все классно, вот этот актер туда не попадает. Значит, и вот эта вот вся история, в общем-то, тоже здесь работает, и традиционная аудиокнига от этого недостатка не свободна. Не свободна. Насколько это серьезный недостаток, это, конечно, история открытая, это открытый абсолютно вопрос. Ну, по своим таким наблюдениям, в принципе, я этот аргумент слышу достаточно часто. третий недостаток, который фактически, конечно, существует, про который, правда, большинство людей не очень вспоминают, и для них он не особенно чувствительен, он для них не особенно важен, это вопрос создания аудиокниг в специализированных форматах для инклюзивного образования. Когда аудиоматериал используется в инклюзивном образовании детьми, испытывающие различные проблемы, вызванные ограниченными возможностями здоровья, аудиокнига должна предоставляться в специализированном формате, ну, в частности, как, например, вариант формат Дейзи. Взять аудиокнигу, которую прочитал Виктор в студии, и перевести ее в Дейзи очень трудно и очень дорого. Ну, потому что там должна производиться синхронизация текста и речи, как минимум с точностью по предложению. А делается это трудно, долго и дорого. В результате, когда разные ситуации возникают, конечно, люди все равно пользуются тем, что есть, но пользоваться такой аудиокнигой в учебной процессе неудобно. У вас нет навигации по заголовку, вы не можете делать поиск фразы в тексте, по ключевому слову еще что-нибудь. Вы не можете перескакивать по предложениям, по параграфам, по каким-то структурным единицам. Ну и точно так же вы не можете по буквам разобрать слово, которое Виктор прочитал как-то невнятно. Бывают же слова, которые на слух невозможно определить, как они в точности пишутся. Если для художественной литературы это туда-сюда еще не очень большой недостаток, то для литературы, которая используется в образовательном процессе, в учебном процессе, это недостаток очень даже существенный. Будем считать, что критику некоторую навели. То есть аудиокнига, при том, что мы ее все любим, она обладает некоторыми недостатками и, ну, что есть, то есть. Куда от этих недостатков деться. Значит, ну вот теперь думаем дальше. Ну, некоторые преимущества тоже имеются. Собственно, Виктор текст читает всегда с пониманием. То есть он, скорее всего, не ошибется в сокращениях, там, еще в прочих тонких лингвистических вопросах. Он не будет ошибаться в ударениях, имеем в виду, конечно, профессионального диктора. Потому что диктор без образования, непрофессионал в своем деле, еще и в ударениях сделает ошибок. Не больше, наверное, чем синтезатор речи. Вот. И на выходе мы получим, значит, некоторый продукт. Есть спорный вопрос, там, стоит ли музыку накладывать. То есть иногда, когда музыкальная какой-то прозрач идет в начале файла главы, еще туда-сюда. Вот когда там музыку начинают накладывать прямо на текст, ну, я не знаю, по-моему, очень сильно спорный. Это спорный вопрос, но ладно. Ну, очевидно, конечно, это тоже делается вручную каким-то звукооператором. Татьяна, давайте, пожалуйста, откроем третий слайд. Рассматриваем теперь ту же самую историю, синтезированная аудиокнига. А у них возможности продовольствовать поддержку социальной аудиокниги? Возможности введения ошибочных правил, если не уходить ошибочные правилы? Конечно, в каком-то смысле плюсы и минусы синтезированной аудиокниги очень схожи с тем, что было в традиционной аудиокниге, но задом наперед, то есть полностью противоположной. Ну, собственно говоря, плюсы. Начнем с плюсов. Здесь следует понимать правильно, я не буду пытаться заниматься сейчас конкретно пропагандой или дискредитацией того или иного типа книг. Наша цель сейчас рассмотреть подходы и убедиться в том, что это разные подходы. То есть лучше или хуже, мы сейчас не будем пытаться найти ответ. Наша цель с вами убедиться в том, что на синтезированную аудиокнигу нельзя смотреть, как на традиционную аудиокнигу, но только синтезированную. Значит, прежде всего, аудиокнига синтезированная не нуждается в какой-то такой продюсерской работе. Ну, как бы это было бы, наверное, абсолютно уже смешно, да? Когда вы перед тем, как отправить книгу в синтезатор, начинаете пытаться что-то там обрабатывать. Обрабатывать в смысле оценок потенциальной аудитории. Тут наши коллеги зарубежные производили создание таких синтезированных аудиокниг, и они залпом просто выпустили 5 тысяч штук, по-моему, если я не ошибаюсь, и сделали это по принципу каких-то таких. Ну, естественно, есть определенные статистики по популярности наименований, да? Ну, вот они просто так, приблизительно зная, что у людей пользуются популярностью, выбросили 5 тысяч. То есть продюсерская работа в смысле штучного издания не проводится. То есть выбирается какой-то такой пласт, конечно, там откровенный, простите за выражением, откровенный неликвид. Пускать не стоит, потому что аудиокнига синтезированная хоть, может быть, и не очень больших денег стоит, но все-таки денег. Пусть меньше денег, чем аудиокнига дикторская, но каких-то все-таки денег стоит. Но берется все равно скорее масса. Берется масса и выбрасывается на уровень. Когда человек может быть. Следующая история, которая, в принципе, многое здесь, что меняет. Вам нужна некоторая аудиокнига. Даже вы готовы за нее заплатить какое-то количество рублей. Вы готовы заплатить за нее какое-то количество денег. Вы обращаетесь, может быть, в какой-то сервис. Мы сейчас ближе к концу еще посмотрим. У нас еще есть вопрос дистрибуции. Очень сложный, запутанный вопрос. Мы будем считать, что всяческая дистрибуция налажена. И вы сделали запрос, поиск. Может быть, в каком-то каталоге нужно вам наименование. И каталог вам говорит, что да, точно, книга имеется. Заплатите соответствующую сумму. Вы ее получите. Вы плачете сумму, и по базе, значит, все, вы ее получаете. Для вас имеет значение, в какой момент эта аудиокнига была создана. А вдруг так получится, что вам сервис говорит, денежку заплатите, аудиокнигу мы вам вышлем минут через 15. Ну, хорошо, 20. И в такой ситуации эта аудиокнига может быть создана из предварительно подготовленного текста непосредственно в момент, когда вы ее оплатили. То есть, подобная аудиокнига, в отличие от работы диктора, она может создаваться в момент продажи. Ну, создаваться один раз в момент продажи и сохраняться. На случай, что, может быть, ее еще кто-то купит. Прошу прощения. Вот. И когда происходит такая работа, необходимость какой-либо продюсерской работе отпадает в принципе. Ну, то есть, вы книги готовите, выставляете их в каталог, но вы производством вообще не занимаетесь. Ну, и по большому счету так делает самое то. Значит, зачем решать, то есть, для чего нужна работа продюсера? Работа продюсера нужна для того, чтобы оценить уверенность в том, что ложные деньги вернутся. Это, в принципе, конечно, полностью уверенным в этом вопросе невозможно никогда, но продюсеры, они люди такие, вот, будто бы такие хитрые, да, продырливые, знают там, какие потребности у людей, знают, когда что нужно выбросить, и вот точно знают, что сейчас мы тут делаем, и это точно будет пользоваться спросом. Вот, а тут, поскольку производства аудиокниги заранее как таковой, нет, вообще, в принципе, вся модель продюсирования ломается. Она не то, что ломается, она просто исчезает. вы выбрасываете каталог на всеобщее обозрение, там в нем может быть пять тысяч наименований, десять тысяч наименований, пятьдесят тысяч наименований, но эти книги вы заранее не производите. Ну и все. Значит, в этом, собственно, весь разлом заключается. Раз вы эти книги не производите, то в общем-то продюсируем книги. Следующий аргумент, почему вы можете хотеть так делать, это опять же выбор Гороса. Да, эта книга в каталоге уже имеется, она стоит, там, не знаю, 100 рублей, так вот, это есть. Если вы заплатите 300 рублей, вы можете ее перечитать, другим голосом. Ну, это абсолютно превосходно. То есть, вы послушали, нет, не тот женский голос, там, или мужской, или даже, вот, вроде бы вам и уже, ну, как бы вам, может быть, и даже без разницы, там, женский, или мужской, Тетбер не нравится. Вот дяденька хорошо говорит, ну, хмурый. Кстати, бывают дикторы, которые принципиально очень хмурыми голосами читают, я не знаю, зачем они это делают. то есть, вот вроде бы книга хорошая, да, а голос изменился, хорошо, вы, и вы готовы заплатить, доплатить 200 рублей за то, чтобы получить эту книгу еще одним голосом. Вариант вполне. После того, как вы какую книгу заказали, вы ее получили, собственно, решили еще одну проблему. Расплата за все это, это, конечно, потенциальные ошибки в обработке русского языка. текст, когда его читает синтезатор речи, проходит специальную лингвистическую обработку, и она никогда не проходит стопроцентно без ошибок. То есть, там должен сидеть какой-то человек, значит, и, может быть, руками что-то подправлять. Но в аудиокниге синтезированы, будут ошибки и с ударением, и с обработкой, сокращением и так далее. Но я думаю, что, в принципе, уже вот с этого момента, наверное, не должно быть у вас сомнений в том, что эти два понятия не могут, в принципе, по определению рассматриваться хоть сколько-нибудь как понятия равные. То есть, это два принципиально разных понятия, между которыми общего, ну, не знаю, вот только то, что вот это вот аудиокнига. В принципе, больше ничего общего тут не было. Татьяна, давайте, пожалуйста, откроем четвертый слайд. Значит, здесь на слайде приведены некоторые пункты расходов, которые производитель, издатель аудиокниги должен понести, если он желает ее выпустить. Значит, первое, из чего складывается стоимость конкретно аудиокнига. То есть, первое, это, конечно, нужно получить права на тот материал, который будет читаться. Я не знаю, к счастью, к сожалению, значит, по нашему российскому законодательству, по Гражданскому кодексу Российской Федерации вы не можете производить аудиокнигу, ну, не то, что производить, то, что, производить и продавать вообще даже того, близкое лечение, без ясного разрешения правообладателя. правообладатель в идеале в лицензионном договоре должен вам передать права на то, чтобы вы могли использовать его материал для производства аудиокниги. Значит, когда здесь ничего не сделать. И наше законодательство не разрешает производить аудиокниги, даже когда и аудитория слушателей этих аудиокниг может быть с нарушением извиняем. Ну, если там не брать некоторые очень сильно частные случаи, которые не могут рассматриваться как какое-то системное решение, значит, всегда нужно договариваться с правообладателем. С обычной аудиокнигой все достаточно просто. Ну, поскольку это какая-то более-менее, опять же, серьезная работа, сидит продюсер, ну, и продюсер, естественно, всегда пытается решить вопрос, значит, на каких правах там еще что-то эта книга производит. мы рассматриваем только сугубо легальные, конечно, попытки производства аудиокниг. Значит, когда аудиокнига синтезируется, появляется уж больно большой соблазн использовать текст, на который прав по большому счету нет. То есть, это даже речь не идет о том, что вы пытаетесь создать такую аудиокнигу незаконно, непорядочно. Вы ее, может быть, пытаетесь создать порядочно, но получается как будто бы незаконно. Какие случаи это получается? Совершенно верно. Опять же, это бедная участь наших библиотек и центров, которые занимаются вопросами информационного обеспечения инклюзивного образования. уже даже на первом этапе структура расходов начнет различаться. В случае традиционного аудиокнига все четко, там вопросы инклюзивного образования сильно, наверное, не фигурируют, на них просто никто не смотрит, а тут на них начинают смотреть и, в принципе, вроде бы, как будто бы это был благо, но это благо приводит уж к очень большому соблазну использовать либо материал какой-то нелегитимный, либо даже меня, так сказать, либо пытаться как-то что-нибудь удешевить. то есть, даже сам по себе вопрос получения прав, он принципиально различается для этих двух категорий книг. А чисто рядом отчистка и адаптация исходного материала. тут, как ни странно, традиционная уюль книга оказывается дешевле. Она оказывается дешевле, потому что, предположим, что если исходный материал у вас это некоторый файл в формате PDF, думаю, вы все должны понимать, что такое файл в формате PDF, то есть, там, где в крайнем случае это могут быть просто сканированные странички. Диктор с этого файла, ему, конечно, будет, может быть, некомфортно, но так или иначе он книгу прочитает, даже на планшете откроет или на экране компьютера и все равно ее прочитает абсолютно без проблем. Ничего с этим делать не нужно. Да, ему там будет неудобно, некомфортно, но прочитает. Для того, чтобы с PDF-файла создать аудиокнигу синтезированную, надо провести очень нехилую работу. Ну, какую нехилую работу? Из этого PDF-файла нужно вытащить только текст с разделением на абзацы, убирая номера страниц, правильно распознавая заголовки и так далее. Ну, как минимум, в простейшем случае вам придется файн-ридером воспользоваться. Может быть, не то, что там большой накладной расход, уж файн-ридером-то многие люди умеют пользоваться, но вот мы опять же верим, что даже по структуре расходов и второй пункт тоже предполагает некоторое различие. Третий пункт лингвистическая обработка. Лингвистическая обработка. Диктор, он человек, он смотрит и просто понимает текст, просто в силу того, что он человек, используя свой естественный интеллект. Аудиокнига синтезированная требует применения разного рода алгоритма. Значит, это тоже, в принципе, не слабая сама по себе задача, которая в настоящий момент, как мы с вами на предыдущих вебинарах разбирали, в настоящий момент полностью не решена. тут вот эти вот два, второй, третий пункт надо понимать правильно. У вас, наверное, сейчас сложится впечатление, что начали-то мы как бы с пропаганды вот синтезированных аудиокниг. Ну, как бы, вроде бы договорились, да, что плюсы-минусы не расставляем. Ну, понятно же, что под контекстом было такое, что мы пропаганду пытаемся довести. А тут вот, куда ни ткни, выясняется, что синтезированная аудиокнига проигрывает. может проигрывать, может проигрывать, но люди ей занимаются с некоторой надеждой, что этот процесс будет развиваться, технологии будут развиваться, из этого процесса будет постепенно уходить в ручной труд, когда требуется что-либо делать в ручную, и будет повышаться просто степень автоматизации. То есть, здесь аудиокнига, она в настоящий момент может быть выглядит, как требующая каких-то дополнительных расходов, но в перспективе, если вы повысить эффективность производства книг диктором студии не можете в принципе, ну, диктор же не может с ускоренной скоростью читать голоса, правильно, еще что-то сделать, вот, то здесь, по крайней мере, есть потенциал развития, есть потенциал развития, ну, вот вам еще один дополнительный пункт различия подхода. То есть, если мы все-таки вот такие вот все ориентированные на будущее, на развитие, на эффективность, на экономию каждой копеечки, здесь у нас такая возможность появляется. Что-либо сэкономить в традиционной аудиокниге никакого потенциала. Пункт четвертый. Синтезирование речи. тут все достаточно просто, вызывается синтезатор, в наше время качественные синтезаторы стоят денег, ну, собственно, потому что они очень вычислительно емкие, они требуют достаточно большой вычислительной нагрузки для производства аудиокниги, ну, и конечно, это тоже стоит денег, но мы с вами уже знаем, что пункт четыре, пункт четыре можно не делать заранее. То есть, если аудиокнига не прочитана диктором, не может являться продуктом, о котором вы заявляете в плане готовности к распространению, то не прочитанная аудиокнига синтезированная вполне может заявляться как доступный продукт еще до того, как она будет прочитана. а это вот тут уже плюс я думаю уже в сторону таких арбюклик очень даже наглядно, сомнений никаких. Это та история, про которую мы говорили. Вы выложили каталог из предварительно предобработанных текстов с десятками тысяч позиций, пусть из них даже вы сто тысяч выложили, пусть из них девяносто девять тысяч не будут пользоваться популярностью, их не купит никто никогда, но у вас останется одна тысяча наименований, которая принесет вам определенный заработок. Это будет какая-то часть вашего каталога, который вам будет приносить деньги. Именно ее вы уже синтезируете и продаете. Пятый пункт дистрибуция подготовленного издания. дистрибуция это тоже вопрос достаточно такой непростой. И Татьяна, давайте говоря про дистрибуцию, с вами откроем пятый слайд. дистрибьюция Так. Так, прошу прощения, тут я только сейчас заметил, что на слайде где-то с мягким знаком дистрибьюции написано, где-то без мягкого знака. Это я писал, меня критиковать не нужно, я не знаю, почему иногда хотелось поставить, иногда не хотелось. Вот, говорят, мне кажется, по-разному, но я извиняюсь, ладно, только сейчас в принципе механизмы дистрибуции аудиокниг. Значит, и вот эти вот механизмы дистрибуции аудиокниг в настоящий момент на книге синтезированные и неориентированные, ну, будем говорить, собственно, в общинниках. В общинниках. То есть, как у нас сейчас можно получить аудиокнигу? Ну, какое-то время назад аудиокниги, я, конечно, знаю, о чем вы подумали, что аудиокниги получаются путем указания поискового запроса в каком-нибудь торынке, но мы этим заниматься не будем. Я абсолютно уверен, что подумали про это все. Нет, мы этим заниматься точно не будем. Значит, какое-то время назад аудиокниги покупались на диск. Вы ушли в какой-нибудь магазин, ну, в какое время, давненько, 15 лет, компакт-диск из обращения вышли. Вот. Шли в какой-нибудь магазин, там стояли полки с дисками, вы покупали диск. Надо отдать должное, редко на каком таком диске книга была начитана некачественно. Ну, опять же, если вы подписываете это издание прямо как на распространение прямо на компакт-диске, вы, конечно, скорее всего, захотите ее прочитать достаточно качественно. А сейчас история сменилась. У нас, во-первых, появились сервисы, которые занимаются распространением аудиокниг. МТС-строки у нас там есть, у Литреса есть еще что-то. Но все подобные аудиосервисы ориентированы на распространение книги сугубо традиционных дикторств. То есть вы хотите книгу, вам предоставляется конкретная запись. И в этом смысле, если даже Литрес или еще кто-нибудь занимается распространением аудиокниг синтезированных, точно знаем, что они занимаются, с точки зрения продуктного позиционирования они как раз позиционируются как книга традиционная, но только синтезированная. То есть никаких плюсов связанных с тем, что это два абсолютно разных продукта. В принципе у современной модели дистрибуции найти примеров, когда люди на это обращают внимание практически невозможно. и здесь конечно, по моему сугубо личному субъективному умению, здесь конечно существует в настоящий момент пока что еще огромнейший барьер. И этот барьер конечно и определяет в каком-то смысле восприятие читателей, что книга синтезированная, она как будто бы кондикторская, не только она синтезирована, потому что собственно те сервисы, которые сейчас аудиокниги распространяют, они их все равно распространяют по этой модели. Видно, что эти книги заранее начитаны, они хранятся уже в синтезированном виде, там уже не достают. Добавок ко всему, ну я вот не буду говорить там совсем, совсем-совсем прошло, но по-моему ни о каком Дэйзи, там в подавляющем большинстве случаев речь тоже не идет. Но я могу ошибаться, давайте там не буду говорить совсем за весь рынок, но судя по тем обращениям, которые мы получаем, то есть найти Дэйзи книгу не так-то вот прям уж очень-очень просто. Вот, и в этом смысле, конечно, наверное, модель дистрибуции книг синтезированных в таком виде, когда вы действительно можете воспользоваться всеми плюсами таких объектов, эту модель еще предстоит построить. Но вот, собственно, я не буду скрывать, что это одна из тех идей, которую мы очень хотели бы развивать, то есть это одна именно из тех, одна из тех, один из тех пробелов, которые вот по нашему мнению сейчас все-таки на рынке присутствуют. ну, тут, конечно, вот эта вот трансформация представления, очевидно, вот, в головах, она должна произойти повсеместно. Она должна произойти и в головах издателей, ну, уж, простите меня, она должна произойти в каком-то смысле и в головах читателей. В головах читателей. то есть в этом здесь надо хорошо, конечно, понимать, что аудиокнига синтезирована, она по определению всегда ориентирована на какое-то большое предложение, то есть когда количество предлагаемой литературы в разы больше, чем существует потребность на рынке, это можно ожидать с точки зрения обоснованного спроса. книга может создаваться в тот момент, когда вы ее заказали, купили, ну и самое главное, вам предоставляется свобода как с точки зрения выбора параметров голоса, так и с точки зрения формата, в котором эта книга будет упакована. если вы являетесь, если ваша деятельность как-то связана с инклюзивным образованием, специализированными библиотеками и так далее, и так далее, то вы, конечно, можете абсолютно закономерно хотеть использовать аудиокнигу в каком-либо специализированном формате, что в подавляющем большинстве случаев кондиционной аудиокниги делать не позволяет. Такая вот история, друзья, я думаю, что вы понимаете, что она, наверное, больше лирическая была, мы решили, что под Новый год мы технологический ужас развивать, продолжать не будем, а мы про разного рода технологические аспекты готовы говорить абсолютно бесконечно, но с точки зрения модели развития, модели спроса, конечно, тоже есть вопросы, которые необходимо освещать. в общем, под конец года хотели вам предложить именно тему лирическую, собственно, состоящую из тех наблюдений, тех размышлений, которые у нас появились в процессе нашей работы, с теми фактами, с которыми мы столкнулись, ну, и чтобы вы, может быть, тоже бы вот как-то к этому процессу подключались, ну, не знаю, может быть, даже комментировали, согласны вы с нами или не согласны. На последнем слайде есть некоторые ресурсы о нашем проекте, то есть это прежде всего, конечно, группа глаголица в Телеграм, где можно общаться на подобные темы. это адрес нашего инклюзивного центра одноименого тоже глаголица. Вот, ну, если у вас есть желание пообщаться со мной, то, пожалуйста, пишите мне вопросы на электронную почту, я буду стараться на них отвечать. Но общаться в группе в Телеграм, конечно, намного лучше, там всегда есть люди, которые, может быть, нам что-нибудь дополнительно подскажут. Все, Татьяна, я свое выступление закончил, готов ответить на некоторые вопросы, если они будут. Ну, если вопросов нет, то я думаю, что мы, наверное, можем и завершить на сегодня. Спасибо. Михаил, большое спасибо за сегодняшний вебинар. Я смотрю, вопросов у нас пока в чате нет, во вкладке «Вопросы» тоже, коллеги, если есть вопросы. Последние, последний шанс их задать нашему сегодняшнему спикеру. Ну, пока, пока ничего. Пока тишина, все осмысляют, наверное, то, что было сказано. и, наверное, мы тогда можем завершать встречу. Да, если появятся вопросы, можно в Телеграм написать в группу. Ссылку я в чат разместила. Хорошо. Все, кому нужно, можно заходить и задавать вопросы уже там. Наверное, они появятся чуть позже, после уже самого вебинара. Все, спасибо. Михаил, спасибо вам большое. Отпускаем вас, ждем вас на наших следующих встречах. До свидания.